Всем привет! Вы знаете, сейчас на рынке огромное множество смартфонов разных ценовых категориях, начиная от бюджетников в 60 долларов и заканчивая мастодонтами с ценой более 1000 долларов. И как правило, все они собираются в Китае. Также есть смартфоны, которые по цене чуть дороже бюджетных, но еще не дотягивают даже до среднего сегмента устройств, но зато уже имеют достойные характеристики и великолепный дизайн, который с первого взгляда не выдает небольшую стоимость гаджета. Сейчас я покажу вам такое устройство. Это недавняя новинка от китайской компании Cubot, смартфон Cubot X30. Я его протестировал и сейчас расскажу вам о нем. Цена X30 в версии 6.128, как у меня, на данный момент составляет 160 долларов, а в максимальной 8.256 он стоит 193, что очень заманчиво. Итак, после получения X30 видно, что упаковка совсем не изменилась по сравнению с Cubot P40, как и комплектация. Внутри находится сам смартфон в силиконовом чехле, кабель Type-C, скрепка и блок питания на 5 вольт 2 ампера. Сам телефон получился стильным и красивым, выглядит современно и дорого, явно дороже, чем есть на самом деле. И уж точно не старомодно. Зеркальная поверхность задней стенки имеет окрас с легким градиентом. Черный выпирающий прямоугольник с камерами, как у современных флагманов, камер наставили аж 5 штук и фонарик, смотрится внушительно. Задняя стенка выполнена из стекла и пластика под стекло, смотрится реально круто. Корпус совсем не тонкий, но модуль с камерами все равно выступает за пределы задней поверхности и не дает аппарату устойчиво лежать на столе. Смартфон покачивается при прикосновениях к экрану. Однако, комплектный чехол, гибкий и толстый, нивелирует выступ камер и его прозрачность позволяет наслаждаться красотой корпуса. Аппаратные кнопки установили на разных боках, поэтому пальцы при работе могут непроизвольно упираться в них. С левой стороны кнопки громкости, с правой сканер и кнопка включения. Снизу вход для зарядки и динамик. Датчик разблокировки смартфона на ребре устройства. И мне это решение реально понравилось, ну лучше же, чем на задней панели. Но все равно нужно привыкать как к расположению кнопок громкости, так и к сканеру отпечатка. Нет, кстати, разъема 3,5 мм для прослушивания музыки. Лично для меня этого не хватает. Ну а кто-то, возможно, давно им уже не пользуется этим разъемом. Но он мне нужен. Экран смартфона оснащен IPS дисплеем размером с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080 на 2310. Соотношением сторон 19,5 на 9. Рамка вокруг экрана имеет ширину по бокам по 4 мм. Сверху 4 мм, снизу 6 мм. Экран практически занимает всю лицевую часть и имеет тонкие рамки. IPS-матрица смартфона заметно добавляет плюсов. Отличная цветовая передача, сочная картинка при широких углах обзора. Смотреть фото, видео, играть в игры или просто серфить в интернете комфортно и приятно. Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркальной гладкой поверхностью. Устойчивый, кстати, к появлению царапин. Олеофобный слой и антибликовый фильтр, кстати, тоже присутствуют. Настройки экрана не сказать, что сильно богатые. Они самые обычные. Есть ночной режим, который также можно включать по расписанию. Экран имеет невысокую максимальную яркость, но обладает отличными антибликовыми свойствами. Поэтому устройство можно будет пользоваться вне помещения, даже в летний солнечный день. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. В общем, экраном и разрешением я доволен. Что же касается работоспособности девайса, то тут есть все, что нужно. Он работает на однокристальной системе Helio P60 с 8 ядрами. 4 Cortex-A73 на 2 ГГц и 4 A53 тоже на 2 ГГц. За графическую производительность отвечает GPU ARM Mali-G72. Объем оперативной памяти составил 6 или 8 ГБ. Объем хранилища 128 либо 256. У меня, если что, 6-128. Поддерживается, кстати, установка карты памяти microSD, а также подключение внешних устройств к порту USB Type-C в режиме USB OTG. Mediatek Helio P60 это среднеуровневый процессор, выполненный по техпроцессу 12 нанометров. Helio P60 сравним по производительности с драконом 665. Helio P60 не показывает высоких результатов в бенчмарках, но в реальной эксплуатации справляется со всеми повседневными задачами и в играх на среднем уровне графики не испытывает ни малейших проблем. Поиграть в PUBG получилось с комфортом, причем не на минималках. При работе смартфон показывает плавное управление и никаких глюков и зависаний не было. В бенчмарке Antutu X30 показал 163 тысяч единиц. Не скажу, что это очень много, я думал, что он больше наберет, но в итоге все-таки начинка очень неплохая. Кубот X30 имеет на задней стороне целых 5 модулей камер. Вместе со вспышкой это выглядит целой обоймой. Хотя это понты, а не камеры. Основной 48-мегапиксельный модуль от Samsung, а также есть на 16, на 5, на 2 и на 0,3 мегапикселя. Толку от них нет никакого. Основная камера имеет средней скорости автофокус и очень яркую вспышку. Есть Auto HDR и отключенный искусственный интеллект. Стабилизатора, конечно, нет, да и настройки простейшие. Максимальный цифровой зум 4х, но результат абсолютно предсказуем, и никакой ИИ тут не поможет. Второй полноценный снимающий модуль, сверхширокоугольный. Разрешение его сенсора 16 мегапикселей, апертура оптики f2.8. Модуль выдает посредственные снимки с низкой детализацией. Селфи-камера снимает кадры с разрешением 32 мегапикселя, и получается так себе. Короче, если вам нужен смарт, который великолепно фотографирует и снимает, то вам не сюда. А если вас совсем не парят крутые фоточки и видео, то тот результат, который выдаст вам этот аппарат, вполне сгодится. В конце видео я покажу вам запись, и вы все сами посмотрите. В итоге камеры не ужасные, я бы назвал их просто средненькими. И придираюсь лишь потому, что изначально была высокая планка по качеству видео, все-таки 48 мегапикселей и 32 селфи. Но реально пользоваться можно. Само устройство работает под управлением лучшей операционной системы Android 10Q. Тут нет никаких китайских оболочек с миллионами ненужных настроек, блокированием нужных уведомлений и навязчивой рекламой. Здесь чистая ОС Android, поэтому можно просто наслаждаться чистотой интерфейса, быстротой и четкостью работы всего. Стереодинамиков у смартфона, естественно, нет. Единственный громкоговоритель звучит не пискляво и даже более-менее ярко, но на максимальном уровне есть дребезжание, хотя сам уровень достойный. Синхронизируется смартфон с помощью Google, что удобно. Перенос данных с одного устройства на другое происходит буквально за минут 5, если не быстрее. Все очень удобно, быстро и практично. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея на 4200 мАч. Есть быстрая зарядка. Батареи смартфона при умеренном пользовании вам должно хватить на 8-9 часов работы. Из дополнительных опций хочется отметить модуль NFC для удобных бесконтактных платежей, сканер отпечатка пальца, который разместился на боковой части смартфона, а также функцию разблокировки с помощью лица, про который я уже говорил ранее. Итог по данному смартфону Cubot X30 подведут такой. Телефон мне понравился, несмотря на завышенные ожидания от камер. Он имеет очень стильный внешний вид, эрогеномичную форму, удобно разместили сканер отпечатка пальца и 5 камер придают устройству классный внешний вид. При невысокой цене смартфона более-менее свежая шустрая аппаратная платформа и внушительный объем памяти. Можно порадоваться и современному удобному USB Type-C, и такому необходимому в современном мире NFC. Жаль, конечно, что нет 3,5-мм аудиовыхода, но для кого-то это совсем не будет минусом. В общем, каждый решит сам для себя, достойное устройство получилось у Cubot или нет. Ну, а я бы пользовался на постоянной основе с удовольствием. Пишите в комментариях, как вам смартфон, и ставьте лайк, если вам мой ролик понравился. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на второй канал с самоделками и увидимся, пока! Безусловно неплохой камера, вполне нормальная, селфи. Вот, как видите, работает с пересветом немножко, в тенях. Ну и, в принципе, как-то так. Теперь давайте посмотрим на основную камеру съемки видео Cubot X30. Боже мой, пятый дубль Cubot X30. Снимать себя с задней камеры невозможно, это я заявляю категорически. То, что-то блокируется, то, что-то выбивает. Короче, вы себя будете снимать все равно с селфи-камеры. Она лучше снимает, она снимает в 1080. Эта задняя камера на 32 мегапикселя снимает в 720p. Снимает она так, как вы сейчас видите. И я уверен, что она снимает хуже. А звук, как пишет, тоже я не знаю. Но я думаю, звук она должна писать нормально. У нас сейчас сильно ветрено. Так что, если будет шумновато, то списывайте все это на ветер. Как-то так, Cubot X30, задняя камера на 32 мегапикселя.